Впервые за 60 лет завтра в красных ткачах прозвучит забытый фабричный гудок. Родной для многих голос позовет всех жителей и гостей на праздник. День поселка приглашают и ярославцев. Дарья Крот уже побывала на старой фабрике и узнала, что такое красно-ткацкий поцелуйчик. Спустя почти полтора века красные ткачи не перестают называть фабрикой. Для местных жителей поселок неотделим от ткацкого производства. Изначально все жилые корпуса располагались за фабричными стенами, но производство росло, рабочие семьями образовали целый поселок. История фабрики тесно связана со многими известными именами. Несколько корпусов построил брат великого писателя Андрей Михайлович Достоевский. Сама земля выкуплена у Федора Алексеевича Некрасова. А все представители рода Сакиных, основателей фабрики, приветствовали на Ярославской земле царских особ и дарили им уникальные полотна. В день поселка в его исторической части возродят события, происходившие в стенах фабрики больше века назад. На улице Пушкина развернется ярмарка с мастер-классами по рукоделию и ткачеству, с фабричными играми и песнями. А ребята из местной школы расскажут об истории поселка и фабрики. И, конечно, про ее основателя, купца Петра Алексеевича Сакина. Он выходит из крепостных крестьян, добился таких успехов, стал купцом и открыл свою фабрику, при ней поселок. Вообще вся архитектурная композиция этого поселка мне очень впечатляет, это очень интересно. И, наверное, такая гордость идет за свои родные места. А ровно в полдень состоится открытие главного символа праздника – памятника фабричному гудку. С первых дней зарождения фабрики именно он определял ритм жизни всего поселка. Спустя 60 лет забвения знакомый лишь старожилам голос вновь соберет людей вместе. Фабричный гудок он всегда призывал людей и подымал. На работу идти он как магнит, как маяк корабли притягивал к себе в порты. Также и гудок он притягивался на фабрике. С таким размахом день поселка в Красных Ткачах встречают впервые. Проект получил поддержку Всероссийского благотворительного фонда «Культурная мозаика малых городов и сел». Из 1200 проектов всего 60 оказались в числе победителей. Название выбрали интригующее – «Красноткацкий поцелуйчик» или «Ребусы старой фабрики». Поцелуйчик в данном случае не имеет ничего общего с тем, о чем мы можем подумать. Дело в том, что поцелуйчик – это название, которое бытовало среди ткачей, и так они называли челнок ткацкого станка. И таких загадок история красных ткачей хранит немало, но каждый может приехать сюда и попробовать разгадать «Ребусы старой фабрики». Дарья Крот, Игорь Мосин, Новости города.